Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сегодня я хочу с вами поговорить немножко о налогах Финляндии. Начнем с того, что уже скоро будет Новый год, а значит придут всем новые налоги. Вот мне вчера пришла такая налоговая декларация. Сейчас я немножко сосредоточусь, сфокусируюсь и все вам покажу. Вот видите, у меня с какой-то суммы 0%, 0%, 10%, а 28% это, как вам сказать по-русски, это ну конечная сумма, то есть я не могу превышать и выше 28,5%. Значит, деньги я получаю от нескольких организаций. Первая организация, это называется Кева. Вот она, это организация Кева. И я получаю от нее, я получаю от нее, вот видите, 445 евро, 66 центов, начиная с 8 месяца этого года. Это пенсия, которую я заработала. И из нее у меня не берут налог, здесь 0%. Потом я получаю от социальной службы, это наша Кела, вот, и получаю я от нее, вот, 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 сейчас покажу вам на виду. Да что ж такое, не хочет фокусироваться. Вот, вот, 103 евро и 69 евро. Отсюда тоже не берется никакой налог. И вот еще. Это то, что я еще получаю. Это добавка к моей пенсии, так как пенсия должна в Финляндии быть не менее, не менее 760 евро на человека. Кроме этого, сейчас я вам еще одну старую бумагу, по которой у меня берут 10% налога. Сейчас, одну минуточку. У меня берут 10% налога из вот этой вот суммы. Из вот этой вот суммы. Сейчас я буду на виду. Да что ж такое, у меня ничего не получается. Вот, видите, 392 евро. Вот, так плохо фокусируется. 392 евро это сумма, которую мне платят по уходу за... За... Вот. Значит, хочу вам подытожить. Пенсия, которую я заработала, идет 0% налога. Пенсию, которую мне добавляет Кела, идет 0%. И только вот эта сумма, которую я получаю по уходу за Юрой, это... С нее берут 10% налога. Это обязательно. Сокрыть это никак нельзя. Никак. Если вовремя не отошлешь бумаги, вот я сегодня отослала на эту фирму, откуда мне платят деньги для Юры. Вот. Если вовремя не отошлешь, то возьмут 40% и вернут их только в конце года. Сейчас хочу вам показать. Вот видите, у меня такая есть бутылочка. Это ни в коем случае не алкоголь. Это написано глёги. Глёги – это малиновые и шоколадные. Кращество. А это вот орешки и изюм. Это мы ложим в эти глёги. Подогреваем их. Вот такой цветок я себе купила. Вот. Но это не рождественский цветок. Аморюлис. Аморюлис. Но он еще не расцвел. Вот такую, видите, скатерка у меня с сердечками. И вот такая красная штора тоже на окне. Вот. Немножко создать настроение праздничного. Хотя, сами понимаете, какое праздничное настроение, когда у тебя в доме такой больной человек. Сейчас я вам еще покажу мою ёлочку в другом комнате. Сейчас вот перейду сюда, включу свет, и покажу вам мою ёлочку с горящими огнями. Вот я вот сюда вот присяду. Вот видите, такая маленькая ёлочка. Вот. Агоньки на ней горят. Вот. Вот такая. Раньше, конечно, я ставила большую ёлочку, но сейчас просто нет нежелания, невозможности. Поэтому ставлю такую маленькую. Не знаю, вам видно меня, нет? Это я всем вошу. Вот. Ну вот, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Сейчас я вам еще хочу кое-что рассказать и попросить о помощи. Пока-пока. Это была я и Финляндия. Будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...